Надежда есть. В Наринмаре возобновили строительство дороги на Тельвиску. Раньше, чем предполагали, ледоход придет в столицу региона на 10 дней раньше планируемого срока. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал натравливать прокуратуру на те компании, которые не соблюдают нормативные требования при строительстве и реконструкции дорог. За одну из двух вечных российских проблем с новыми силами взялись после прямой линии президента Владимира Путина. Дмитрий Медведев во время своих рабочих поездок по регионам страны, в которых он обычно лично ездит за рулем автомобиля, тоже не раз обсуждал проблемы с главами субъектов Федерации. В дорожных проблемах страны виноваты только строители. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что не все регионы исполняют свои финансовые обязательства для развития дорожной сети. Только в 2015 году 56 регионов недонаправили в свои дорожные фонды 55 миллиардов рублей. В этой связи Министерство финансов подготовило поправки в бюджетный кодекс, предусматривающий обязательное увеличение объема дорожного фонда на положительную разницу между фактически поступившими и прогнозировавшимися объемами доходов, чтобы возместить недофинансирование дорожных фондов. Еще 38 миллиардов дополнительных рублей региональные дорожные фонды получат с акцизов на бензин. И Министерство настаивает, чтобы эти деньги шли именно на ремонт и восстановление региональных и муниципальных дорог. Обещанного три года ждут. В Наринмаре возобновили строительство дороги на Тельвиску. Ее судьба повесла в воздухе в мае 2014. Тогда городской суд удовлетворил иск Роспотребнадзора, признав, что строительство ведется с нарушениями. По проекту дорога в двух участках налегала на территорию водовода, где строить категорически запрещено. Стоимость того контракта составляла более 550 миллионов рублей. Из них успели освоить 167. Тогда трассу обещали сдать к 30 декабря 2014 года, но не сложилось. Сегодня вопрос о возобновлении строительства дороги на Наринмар-Тельвиска сдвинулся с мертвой точки. Проектную документацию корректируют. Конкретных сроков, когда транспортная артерия наконец-то свяжет два населенных пункта, пока нет. Но есть надежда, что дело на этот раз доведут до конца. Плюс еще 340 метров. Дорога на Тельвиску прирастает новым дорожным полотном. Правда, пока оно ни на метр не сократит пропасть между двумя населенными пунктами. Участок, за который сегодня взялся Дориемстрой, до съезда к тепличному комбинату «Солнышко», пролегает аккуратно до того участка, который был построен в сентябре 2013-го. Тогда под асфальт успели закатать небольшой участок трассы. Сейчас проектная документация переработана. И мы уже работаем по измененной проектной документации. Решили, что вот этот участок дороги, который идет на ТБО и на кладбище, должна быть в уровне с существующим асфальтом. Но та дорога в асфальте не будет, она будет только в щебне. Щебня примыкания будет в асфальте. Вот такое проектное решение. Сегодня дорожники уже заканчивают основные земляные работы. В итоге этот участок будет представлять из себя дорожное полотно шириной 10 метров, шесть из которых – ширина проезжей части. На объекте трудятся шесть человек и четыре единицы техники. Проводятся работы по отсыпке земляного полотна. Конструируем верхнюю дорожную одежду, прокладываем резервные гильзы. Планируем окончить работы к 9 мая, пустить движение в полном объеме. Это работа первого этапа. В дальнейшем работы будут проводиться после 15 мая. По контракту завершить работу дориемстрой должен до конца августа. Там, по словам главного инженера Александра Нигматулина, справиться раньше. Впереди еще строительство дорог в городе. Планы у предприятия большие. Что касается продолжения строительства дороги на Ринмар-Тельвиском, по информации департамента строительства, сейчас откорректированная проектная документация по оставшимся двум участкам проходит экспертизу. После станут известны стоимость и сроки строительства. Будут объявлены аукционы. Но уже сегодня известно, что вместо наплавного 138-метрового понтонного моста на Тельвиску, который успели смонтировать и демонтировать несколько лет назад, согласно новому проекту, предусмотрен несъемный постоянно действующий мост. А судьба понтонного пока решается. Возможно, его по частям отправят в населенные пункты региона, где он будет служить в качестве причалов. За сутки ледовая обстановка на территории Ненецкого округа практически не изменилась. На водомерных постах региона отмечается незначительный спад уровня воды. Глава ледохода сохраняется ниже Леждуга на территории Республики Коми. Это примерно в 120 километрах выше Наренмара. Накануне глава региона Игорь Кошин вместе с членами комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций совершил облет потенциальных к затоплению территорий вдоль реки Печоры. Река, в принципе, готова. От Великовисочного до Тошвицки. Там чистая вода. И в районе Мархиды затор. И дальше до Ермин, где-то 12 километров, ледовые крошки. Большой затор. Такие результаты на вчера. Сегодня представители соседей Республики Коми провели один взрыв. И вроде на сегодня по информации от Тошвицки-Свицки началось движение. Небольшие подъемы сейчас отмечаем по Великовисочному. Там сантиметров 15-20 с утра прибыл. На Хангурее отмечаются закрайны и разводе. До Осколково – ледостав с закрайнами. В Коткино-Носуле редкий ледоход. На городецком Шару отмечались подвижки. Севгидромет существенно скорректировал прогноз прихода ледохода в Наринмар. Теперь прохождение ледохода в районе поста «Городецкий шар» в Наринмаре ожидается 13-15 мая, а не 25-го, как предполагалось ранее. Позаботиться о питомцах нужно заранее. Станция по борьбе с болезнями животных проводит вакцинацию перед сезоном отпусков. Готовь ружье и документы. 9 мая в Ненецком округе стартует сезон весенней охоты. Ненецкий округ получит почти 190 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство школы и детского сада в Наринмаре в районе улицы Авиаторов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Дополнительные средства выделены 18 регионам России в рамках федеральной целевой программы «Жилище». По информации Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта округа, 96 миллионов из общей суммы федеральной субсидии направят на строительство нового здания школы номер 3 на 700 мест по улице Авиаторов. Еще 92 миллиона на строительство детского сада на 220 мест в том же микрорайоне. При этом из регионального бюджета на объекты в текущем году выделяется порядка 110 миллионов рублей. Школа будет представлять собой не отдельное здание, а целый комплекс, состоящий из нескольких объектов. Это начальная и основная школы и два спортзала. Здания будут соединены между собой теплыми переходами и образуют внутренний двор для проведения торжественных мероприятий. Территория будет оборудована открытой спортивной площадкой с беговыми дорожками, полосой препятствий, волейбольной и хоккейной площадками. Срок окончания строительства объекта – 2019 год. В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы внесены изменения. Они были одобрены на заседании администрации округа. Согласно изменениям, четыре дома в Наренмаре переходят во второй этап программы из первого. Еще четыре – наоборот, из второго на первый. Следовательно, они будут отремонтированы уже в нынешнем году. Сроки капремонта на 2017-2019 годы перенесены в отношении домов по улице Ленина, 54А, переулке Заполярный, 1, улице Калмукова, 3 и Авиаторов, 6. Со второго этапа на первый перейдут дома по переулку Макарабаева, 1, улице Ленина, 28 и 52Б, а также улице Губкина, 22А. Проект постановления не затратит вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности и оценка регулирующего воздействия не подлежит. Принятие настоящего проекта не потребует дополнительных материальных средств из окружного бюджета. Решение о переносе сроков ремонта многоквартирных домов принято соответствующими решениями собраний собственников. Сезон весенней охоты в Ненецком округе открывается 9 мая. По 18 мая можно будет охотиться на пернатую дичь – гусь-казарка-селезень на западном охотничьем угодье. На центральном участке весенняя охота откроется с 20 мая, восточном – с 27 мая. В настоящее время Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа выдано 1100 разрешений на охоту, из них 10 – через портал государственных и муниципальных услуг Ненецкого округа. Как отметили в Департаменте, документы на добычу можно будет оформить до окончания сроков охотничьего сезона. В прошлом году всего было выдано 1900 разрешений. Нормы добычи на пернатую дичь закреплены в постановлении администрации региона. За весь период охоты каждому охотнику разрешено добыть 20 гусей и казарок и столько же селезней. Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса округа подготовлена памятка для охотников, где содержится вся необходимая информация о сроках и условиях охоты на территории региона. Каждый охотник обязан иметь при себе разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и охотничий билет. После окончания сезона в течение 20 дней охотникам необходимо предоставить сведения об объемах добытых ресурсов. Горячая пора наступает не только у охотников, но и ветеринаров. Накануне массовых отпусков владельцы домашних животных приводят своих питомцев на прививание. Наличие справки о сделанных прививках гарантирует хозяину зеленый свет на проезд во всех видах транспорта. Для четырехмесячного Джонни поездка на охоту будет первой за пока непродолжительную жизнь. Но перед тундрой и первыми попытками охоты за дичью необходимо привиться. Хозяин Сергей Пономарёв привёз питомца уже на четвёртую прививку. В этот раз от бешенства. Эта вакцина необходима каждому домашнему животному. Рабикан – это бесплатная государственная вакцина, которая идёт по федеральному, ну короче, бесплатно. Мы её прививаем по четвергам, потому что четверг – это как бы общий день для прививок. Тех хозяев, которые планируют провести отпуск с питомцем вне Наренмара, тоже ждут ветеринары. Станция по борьбе с болезнями животных руководствуется решением комиссии Таможенного союза номер 317. Согласно правилам, животное должно быть вакцинировано не менее, чем за 20 дней до вылета. В случае, если питомца вакцинировали в течение года, дополнительных прививок не понадобится. Для собак обязательно является прививка против бешенства, чумоплотоядных, лептоспироза, паровирусного энтерита. Для кошек необходимо провести вакцинацию против бешенства, панликопения, ринорохиита, кальциевироза. Это общие болезни для собак и кошек. Они должны быть привиты. Окружные ветеринары могут предложить вакцину как отечественного, так и зарубежного производства. С вакциной иностранного происхождения можно ездить на всех видах транспорта – по России и за рубежом. Отечественный медикамент позволит путешествовать с питомцем на всех видах транспорта, но только по территории России и в пределах Таможенного союза. За 3-5 дней до вылета необходимо ещё раз прийти на станцию с паспортом и питомцем. Ветеринарный врач осмотрит животное и выдаст документ о его состоянии здоровья. Сопроводительный документ, если по территории стран Таможенного союза, это Казахстан, Белоруссия, будет ветеринарный сертификат для провозки животных по территории Российской Федерации или за границу ветеринарное свидетельство. Записаться на приём и прийти на вакцинацию можно в любой день недели с 8.30 до 18.30 часов. Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Антон Водряков, Телеканал «Север». Последние приготовления к масштабной акции. Организатор бессмертного полка в Наринмаре огласили маршрут торжественного шествия. Сотни наринмарцев и жителей округа снова встанут в ряды бессмертного полка 9 мая. Для акции региональным центром молодёжной политики, издательским домом Ненецкого округа и нашей телерадиокомпанией изготовлено более 500 портретов участников Великой Отечественной войны. Участником бессмертного полка может стать каждый. Единственное условие для присоединения к акции – помнить и гордиться своими героями и их Великой Победой. О том, как стать участником и какой путь предстоит пройти наследникам Победы, расскажет Любовь Пермякова. 9 мая, в день Победы, бессмертный полк пройдёт по улицам Наринмара. Формирование колонны начнётся в 10 часов утра здесь, на улице Ленина, возле третьей школы. А в 10.30 бессмертный полк двинется в сторону улицы Ваучейского. Далее участники колонны «Бессмертный полк» повернут налево, возле дома Ленина-19, на улицу Ваучейского. По улице Ваучейского бессмертный полк продолжит свой путь до площади Марацей. Пройдя через площадь Марацей, шествующие выстроятся в две колонны возле сцены. Здесь, на площади Марацей, участники акции выстроятся слева и справа от сцены перед флагштоками. По завершению митинга участники акции продолжат прохождение по площади Марацей вслед за колоннами военнослужащих, кадетов и сотрудников МЧС. Выйдут на улицу Смедовича, пройдут мимо обелиска Победы и завершат движение на площади имени Ленина. Организаторы акции ждут всех желающих с любыми фотографиями, пожелтевшими от времени, восстановленными. И если даже фотографий нет, то можно прийти с табличкой. На табличках краткая биография или просто имена. Это просто дань памяти нашим предкам, нашим дедушкам, прадедушкам, тех, кто воевали. И это еще один способ нашему подрастающему поколению рассказать о той войне и о тех войнах, о их предках. Потому что это все уже забывается, живые ветераны, к сожалению, уже уходят от нас, все меньше и меньше участников войны. И вот эта акция как один из способов сохранить вот такую память. Акция «Бессмертный полк» впервые была проведена в 2012 году в Томске. Тогда по центральной улице города прошли более 6 тысяч человек, пронеся более 2 тысяч фотопортретов участников Великой Отечественной войны. В 2013 году акция проходила уже в 120 городах и селах России. В 2015 году акция по всей стране объединила 12 миллионов человек. Сейчас «Бессмертный полк» уже не только всероссийская, но и мировая акция. Шествия в прошлом году прошли в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Южной Корее, США, Израиле, Норвегии, Австрии. Всего за три года «Бессмертный полк» превратился в целую армию, в которой никто не забыт. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 54 фотографии разного формата, как свидетели военных лет. В честь 71-й годовщины Победы советского народа над фашизмом в Нинецком краеведческом музее открылась выставка «Фотолетопись военного времени в объективе округ». Как жили люди в годы войны, как трудились, расставались и верили. Историю войны от первого дня до дня Победы через призму фотографий увидела и наша съемочная группа. Все просто отдыхали. Считается, что это последний снимок мирной жизни. С последнего снимка мирной жизни, который был сделан в июне 41-го года на улицу Тундровой, сейчас это улица Тыковылки, начинается выставка «Фотолетопись военного времени в объективе округ». Главная проблема, с которой столкнулись сотрудники музея, готовя выставку, небольшое количество фотографий в фондах. Поэтому была поставлена задача использовать в качестве источника для фотодокументов газету Нарьяна Виндер «Военных лет». Благодаря кропотливой работе сотрудников музея удалось превратить слепые газетные фото с 41-го года в читаемые. Дело в том, что самих фотоснимков не осталось. Но газета в начале 41-го года, с июня по сентябрь, публиковала фотографии фотокора Арсения Михайловича Гашева. Они были в виде оттисков, наверное, прошли какую-то цензуру, но они рассказывают о реакции населения нашего города, нашего округа на начавшуюся войну. Такая реакция видна для каждой фотографии. Вот кадр, на котором запечатлены проводы Анатолия Лещева из Нижней Пёши. Родители провожают будущего бойца и не знают, вернётся ли сын. Ему повезёт, он вернётся. Не повезёт его ровесница Саше Кожевиной. Радистка-буксиро-комсомолец, выпускница Наринмарской школы номер один, погибнет в радиорубке, разбитой артиллерийским снарядом. Свой долг перед смертью девушка выполнит. Она успеет дать тревожную радиограмму о нападении германской подводной лодки вблизи острова Матвеев. Свой долг выполнят ещё сотни таких же молодых девчонок из округа. В сентябре 1941 года в Наринмаре была создана школа медицинских сестёр с шестимесячным сроком обучения, после окончания которой выпускницы отправлялись на фронт. Многие из них не вернутся, но память о них будет хранить подрастающее поколение. Там наши солдаты просто стоят, и они воевали, им надо большое уважение. Я часто захожу в компьютере, нахожу в интернете, и я всегда смотрю там видео, к примеру, клипы, песни слушаю про войну. Я очень люблю вот это, я хочу узнать всё об этом. Фото времён войны подтверждает, Ненецкий округ работал на победу, не жалея ни сил, ни ресурсов. Оленеводы, рыбаки, охотники, авиаторы, рабочие колхозники, речники, портовики, служащие учреждений и предприятий, домохозяйки и школьники стали настоящими героями, вложившими толику своего негромкого подвига в народное авторство Великой Победы. В 3 часа 30 минут утра радио передало весть о долгожданной победе. Выходя на улицу трудящиеся нашего заполярного города, поздравляли друг друга с победой!